Всем привет, меня зовут Аня, я консультант по грудному скармливанию и сегодня будет видео на тему сцеживаться или нет, нужно ли это делать или все-таки не надо. После каждого кормления сцеживаться не нужно. Почему? Давайте сначала подумаем, почему же обытает такое мнение, что сцеживаться нужно. Нас пугает тем, что если вы не будете сцеживаться, то будут комки, застои, что молоко в груди скиснет и прочие интересные вещи. Так давайте разберемся, почему же все-таки сцеживать не надо. Грудь работает по типу спорта-предложения. Сколько малыш высосал, сколько вы взяли из груди молока, столько, в следующий раз обчисло. Если мы сцеживаем молоко, что происходит? Мы забираем из груди больше молока, чем нужно ребенку, чем он высосал. И в следующий раз приходит больше молока, который ребенок не высосает, потому что оно ему не нужно. И что мы получаем? Возможно даже получить лактастаз. Так когда же нужно все-таки сцеживаться? При усыновлении лактации можно сцеживаться, но в идеале лучше чаще предлагать грудь ребенку. При планируемом выходе мамы на учебу или на работу в скором времени, то есть сцеживаниями, мы создаем банк молока. Сцеживаться можно при стимуляции лактации, если у вас действительно не хватает молока. Насчет как узнать, хватает молока или нет, посмотрите ссылочки внизу в инфобоксе. Для поддержания лактации, например, если мама попала в больницу и принимает медикаменты, несовместимые с грудным скармливанием, и ребенок в это время находится на смеси, то мама может сцеживанием поддерживать свою лактацию. И когда лечение закончится, она сможет продолжить кормить малыша грудью. Также сцеживания нужны и часто бывают при завершении грудного скармливания, чтобы мягко свернуть лактацию, чтобы у вас не было застоев и лактастазов, и молоко медленно и постеменно ушло. Ну и бывают другие случаи, в которых нужны сцеживания, например, когда ребенок недоношенный или какие-то частные случаи, но в таких ситуациях лучше обращаться к консультанту по грудному скармливанию или к лечивому вас врачу. И на сегодня все. Я надеюсь, видео было интересным и полезным. И спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.